Послание Путина моим олигархам, пришло время поделиться доходами. Коронавирус кошельков не различает. Деникн, Чехия. Петра Прохозкова. Деникн, Чехия. 27 марта 2020 года. Российские миллиардеры скупают аппараты Evil, которых потом будет не хватать для их более малоимущих больных сограждан. Но сегодня президент Путин дал им понять, вам придется поделиться с бедными. И ввел миллионерский налог. Те, кому я дал возможность сказочно разбогатеть, теперь должны поделиться своими доходами с государством. Потому что коронавирус может забрать на тот свет не только старых и больных, но и богатых и всемогущих. Таково послание российского президента Путина российским олигархам, богатеям, магнатам и спекулянтам. В России официально пока еще нет огромного числа тех, чей тест на коронавирус дал положительный результат. На сегодня их 658. Однако Кремль боится неконтролируемого распространения вируса, и с экономической и политической точки зрения эти опасения оправданы. Рубль падает, нефть – основный источник российского богатства, с каждым днем дешевеет, граждане боятся краха банковской системы и готовятся к удару по своим банковским вкладам. Сегодня глава государства попытался успокоить. Мелким предпринимателям он предоставил налоговые каникулы, которые продлятся, скорее всего, до конца пандемии. Напротив, богатым, которых до сих пор держал под крылом, президент сообщил о повышении налога с их доходов от вкладов, процент из которых превышает 1 миллион рублей. 13% с этих доходов теперь отправится в государственную казну. Богатые хотят выжить любой ценой. Кремль явно перешел к радикальным экономическим мерам, прежде всего, потому, что опасается народных волнений в момент, когда пандемия нанесет по России удар со всей силой. И выяснится, что, кроме современных больниц в Москве, где сейчас лечат заразившихся, по всей России много медицинских учреждений, которые не отвечают даже самым минимальным требованиям. Огромная разница между доходами самых богатых и самых бедных россиян сейчас, во время пандемии, может представлять огромную опасность. Российские СМИ, например, сообщают, что те россияне, у кого есть на это деньги, скупают аппараты EVIL, которые в случае проблем со здоровьем из-за коронавируса должны спасти их от удушения. Московская газета Moscow Times рассказала об одной российской семье, владеющей прекрасной недвижимостью по всему миру и в самой России. Это семья с известной московской рублевки, места, где живут богачи, политики и олигархи. Там семья и хочет переждать трудные коронавирусные времена. Но есть проблема. Кто-нибудь из богатых россиян, привыкших много путешествовать, мог привезти из-за рубежа заразу, а в лучшие клиники в Европе и США теперь не попасть. Остается полагаться на российское здравоохранение. А в России больных ЧВИД-19 принимают только государственные клиники. Их уровень разница. Не все оборудованы так, как известная клиника в коммунарке, где недавно на экскурсии был и президент Путин. Ему понравилось. Врачи заверили его, что по уровню оснащения и подготовки персонала России на голову выше всей Европы. От вируса не откупишься, но купить аппарат ИВЛ можно кроме упомянутой семьи с рублевки. Российские журналисты обратились к десяткам состоятельных семей и узнали, что многие из них устраивают дома нечто вроде частной роскошной клиники, оснащенной, в первую очередь, аппаратом ИВЛ. Хотя и без российских богатеев на российском рынке дефицит этой техники. Пока мы купили один, но хотим купить еще два, на всякий случай, говорит глава семьи, который не хочет пускать дело на самотек и, главное, не хочет оказаться в больнице, где лежат простые смертные. Один такой аппарат на российском рынке стоит 1,8 миллиона рублей. Но сейчас ждать его придется 8 месяцев. В отличие от многих других областей, тут очередь не обойти, даже если предложить солидную взятку. Однако обойти ее не смогут не только богачи, но и больницы. Однако пока в России ситуация с аппаратами ИВЛ лучше, чем в странах, более пострадавших от коронавируса. Как передает московская Адуай Грауп, которая контролирует государственные закупки в здравоохранении, на всю страну сейчас 43 тысячи аппаратов ИВЛ. Это 29 штук на 100 тысяч человек. В Чешской республике их чуть более 34, а, например, страдающие от вируса Италии, всего 8 на такое же количество людей. Это дает России шансу пережить пандемию с меньшими потерями, чем у многих европейских стран, где здравоохранение, несомненно, находится на значительно более высоком уровне, чем в РФ. В конце концов, десятки тысяч россиян каждый год обращаются за медицинской помощью не в отечественные клиники, а в израильские, немецкие или чешские. Есть у России другая проблема, старая, давно обсуждаемая и касающаяся не только здравоохранения. Речь об огромной разнице между тем, чем располагает элита в столице, и тем, что доступны пенсионерке где-нибудь на Алтае. Подавляющее большинство аппаратов ИВЛ сконцентрировано в Москве и Санкт-Петербурге. В самых богатых регионах, где достаточно квалифицированного персонала, где высокие зарплаты и специализированные клиники, сейчас находится 25% всех аппаратов. После того как по российским телеканалам показали московскую больницу в Коммунарке, куда приезжал президент Путин, в социальных сетях появились сообщения из российских регионов, которые говорят о другом уровне российского здравоохранения. По словам Павла Бранда, главного врача московской семейной клиники, в некоторых захудалых провинциальных больницах, всего 6 аппаратов ИВЛ на 100 тысяч населения, то есть еще меньше, чем в Италии. Кроме того, некоторые аппараты работают только на бумаге, а не устарели, сломаны или даже списаны. Сервер Медуза, например, выяснил, что на Кавказе всего 5 аппаратов ИВЛ на 100 тысяч жителей. Остается только надеяться, что в этом регионе заболеваемость не будет расти, с сожалению сказал Брандт. Производить не умеем, а импортировать неоткуда доктор Ирина Подолянова, заместитель директора 101 клиники в Лермонтове в Ставропольском крае, заявила, что в больнице всего 3 аппарата, и они нужны не только для тех, кто заражен коронавирусом, но и для пациентов с сердечными приступами и отравлениями, в России это частые причины госпитализации. Сегодня в этом регионе всего 2 заболевших с положительным тестом, но ситуация может резко измениться в ближайшем будущем. Кроме того, медики говорят, что тестируется очень мало людей и большинство зараженных не выявлены. Однако на закупку новых аппаратов у больницы, в отличие от жителей Рублевки, денег нет. Кроме того, сейчас эти аппараты закончились, скорее всего, еще и потому, что некоторые из них оказались в частных руках. Мы уже продали все, что было на складе, заявил Артем Сивачев, глава московской фирмы. Он признался, что ему звонят десятки частных лиц, а не больницы, у которых, в отличие от олигархов, нет денег. С неуверенностью он добавляет, что теперь все надежды на зарубежных поставщиков. Но, учитывая ситуацию с бандемией в мире, это весьма призрачные надежды. Россия импортирует аппараты из стран, которые сами столкнулись с большими проблемами из-за коронавируса, Китая, Италии и Германии. И последние две страны по понятным причинам уже запретили экспорт. Как передает Moscow Times, за последние две недели российские компании, торгующие, в том числе, аппаратами Evil, продали более 30% частным лицам, а не медицинским учреждениям. Как купить врача российские врачи также призывают, чтобы медицинские работники не соглашались на огромные гонорары от олигархов, не оставляли больницы и не уходили обслуживать российские богатые элиты. Ведь сам по себе аппарат Evil никому не поможет, если рядом не будет специалистов. И богатые русские хотят купить их тоже. Кардиолог Ярослав Ашихмин не думает, что огромные деньги спасут людей. Наши олигархи никогда не вкладывали свои деньги в местные больницы, потому что не думали, что будут в них лечиться. Но теперь их ждет неприятный сюрприз. Зарубеж их не пустят, а клиник для лучших людей в России меньше, чем тех, кто считает, что может за них заплатить. Как сказал доктор Ашихмин, теперь они смогут пережить ад, который сам помогли устроить. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.